Всем привет, дорогие мои друзья! Дорогие мои подписчики, гости канала! Приглашаю вас снова со мной на прогулочку. Ой, какое солнышко! Вчера был дождик. То, что я снимала в предыдущем влоге, это было позавчера. Но сегодня конкретно с целью идем что-нибудь купить. Сегодня я лучше выгляжу. Ну-ка. Солнышко прекрасное. Все, что ели в Макдональдсе, уже вышло на просорах туалета. Всем прекрасного настроения, позитива и так далее. Ну что, вперед, мои дорогие! Жесть прекрасна. Правда, в этом году осень такая веселая. Ноябрь месяц. Солнышко. Вон Макдональдс. Проехали. Ну что, показать вам снова наши улочки немного, пока мы едем. Вон, гиганты магазин. У нас тут рядом с домом сразу три магазина продуктовых. Ну, время надо дойти до них. Но все равно это считается для Европы очень близко. Ну, какой номер? Кватро, кватро, кватро. Четыре, четыре, четыре. Сижу и увлекаюсь нумерологией. Пять, пять, восемь. Мои счастливые числа. Одиннадцать. А тут номер дома, сто тринадцать. Класс. На улице тепло. Сравнительно. Муж мой нарядился. И шапку. Я шапку уже снял. Мерзляк. Спрашиваю, разве холодно? Он говорит, нет, потому что я родился и вырос на море. Любит более теплый климат. В Милане попрохладней. Ну, не знаем, когда теперь к морю. Но если делать мне тест, ну, только на два дня в гостинице можно. Потом повторять. Так что вот. Вчера должны были открыть новый магазин в торговом центре. Гиганты. Гиганты. Гиганты по-нашему. Ну, в связи с тем, что был дождик, мы не поехали. Решили сегодня съездить на разведку. Посмотреть, что там такое интересное. Вот. Вулкан. Так, ехали на парковку торгового центра. Так. Так. Ну, что, друзья мои, идем по магазинам. Но это другой торговый центр. Не вчерашний. Вчера был Иперкоп. Но здесь тоже есть и ОВС, и АКМ, или Пьец Италия. Ну, что-то из этих маленьких, как говорится, не маленьких, в магазинах есть свои точки, как отключаюсь. А то надо маску одевать, не дай бог, тут остановят. ОВС, и АКМ, или Пьец Италия. Вот так тут. Вот этот торговый центр Конад. Новое. То есть он существует уже в Италии, но открыли вот именно здесь джиганты. Вон, Конад Суперстори. Идем туда. Ну, что, тут уже при входе предлагают Тессеру Конад. Ну, то есть карточку дисконтную. Вон там стоит девушка. Вон там можно зарегистрироваться. Ну, если хотите, конечно. Ну, тут продукты питания. Муж думает, что у него уже карта этого торгового центра есть. Поэтому ищет. Сейчас грузит приложение. Посмотреть, сохранилась ли его регистрация. Смысл этих 10 карточек заводить. Смысл этих 10 карточек. Восторг. Подошла я тут к лавке эзотерической продукции. Ммм, ароматы. Кристаллы диментолу. Фонтанчики. Ммм, камушки. Ммм, камушки. Ммм, камушки. Да, китайское всё. Друзья мои, ну тут всё китайское, смысла снимать нет. Запах один отпугивает, как будто потравили тараканов. Так, поднялись мы на второй этаж. Зара. Идём вперёд. В мотиве. Как вам такой образ? Как раз такой вот, спортивный для меня. Так, уже подготовка к Рождеству, как и у нас к Новому году. Иду снова в Тезенис. Ну что, друзья мои, я расстроилась. Я подхожу к продавцу. Спрашиваю про эту модель, которая мне понравилась. Они говорят, максимальное, что выпустили, это Эль. Если вы хотите, то берите мужскую. А мужская в Микки Маусах. Ну нет, надо что-то серьёзное. Понравилось мне там синего цвета, но там кофточка короткая. Ну, для молодёжи. Дома, когда холодно, чтобы было открыто пузо, ну извиняйте. Нет. Впереди зима. Отопление в Италии экономят. Вот, поэтому надо что-то потеплее. Сколько людей там, смотрите. Все столики заняты вообще. Включаюсь. Так, вышло там, где поменьше людей. Мой муж перепутал. В этом торговом центре нету этих магазинов. Вот, Пиац Италия, КМ, ОВС. Либо мы плохо ищем. Продукты купим. Вот. И поедем в другой торговый центр. Подзарядились энергией. Хе-хе-хе. Жизнь прекрасна. Так, ну что, друзья мои. Дошли мы в этот комнат посмотреть цены. Насколько здесь что, выше или ниже по сравнению, где мы привыкли покупать. Вот сейчас модно такие продукты с антиглютен. Глютен. Так, это я уже читаю по-итальянски. Ну, мы едим обычные. Диетико. Яйца, яйца, яйца. Ну, дешевле, дешевле. Но я покупаю домашние по два с половиной евро. Вот, два евро био. Так, друзья мои, напала я тут на семгу. Пять евро. Почти шесть евро. Семьдесят девять центов. Так, ну тут двести грамм. Двести грамм. Ну, в принципе, можно взять. Потому что в еврострине... А нет, я там сто пятьдесят грамм покупаю за три евро. Ну, все равно. В принципе, неплохо. Ну что, друзья мои. Людей тут много. Потому что только вчера открыли. Все тут, конечно, не снимешь. Но, если честно, подороже, подороже. Многое, что подороже. Ну, здесь зато есть продукты, которые полезны для вашего здоровья. И вот скидки сразу же. Наверное, скорее всего, по их карте действуют. Надо карту сделать. А потом... Ну, у нас многих магазинов карты есть. Мы тут не часто бываем. Поэтому решили пока не делать скидочную карту. Так, крупы. Ну, рис нам дают. Бесплатно в церкви. Для плова у меня пока есть. Поэтому... Так. Видите, их марка прям выпустили. Конот. Конкретно продукты с их маркой. Так, друзья мои, ну, купили мы продукты. И для сегодняшнего времени успокоительный чай. Релосанте и дистинсива. На пробу. Вот. Со скидкой. Сколько он там стоит? Около двух евро. Вот. Едем дальше. Так, друзья мои, мы приехали в торговый центр Иссалунга. И рядом здесь магазин отдельный. ОВС. Вот. Горчичный в моде. Желтый. Друзья мои, начинаем пример. Так. Это... Элька. Элька. Застегнулась. Верхняя часть. Вот. Мне штанишки. Все по отдельности. Штанишки. Так. Семнадцать девяносто пять. Почти восемнадцать евро. А кофточка. Взять. Почти двадцать. Ну, около сорока евро. Костюмчик надеял. Сейчас штанишки примерю и возьму. Поменяю. В два эксель. Эксель нету. Посмотрим. Так. Друзья мои. Так. Видно там. Видно там. Так. Видно там. Видно там. Депутат. Костюмчик. Так. Ну, штанцы свободные. Хотя... Может быть... И ничего. Так. Друзья мои. Я еще вот эту кукупочку взяла померять, но его размера нет, она сборит, больше не взяла, она в остатках. Так, штаны меньшего размера, а задница впритык. Элька. Да, да, конечно, в общем, думаю я. Элька. 48-й Элька. Я тебя комфортно чувствую. Берем. Вот такую кофточку я взяла себе. Ну, как вы видели, я мерила ее в черном тоне. Ну, нету. Сходили мы еще с мужем в другие отделы ОВС. Почему-то нашли только в белом тоне, в пудровом, вот в синим еще там какой-то был. Ну, черный разобрали. Видно ходовой товар. Итальянцы любят очень этот цвет. Так, ну и тем более это натуральный хлопок 100%. И цена его, сами видите, да. 7 евро 95 центров, около 8 евро. Вполне приемлемая вещица для носки, для дома. Вот, может кому-то это покажется пижамный вариант. Ну, оно так и есть. Ну, кто-то спросит меня, что я так долго выбираю себе пижаму. Хе-хе-хе. Друзья мои, ну да, ну да, подошла очень скрупулезно к этому вопросу. Кто смотрит мои видео, знает, что я уже два года подряд выезжаю на длительное время в Белоруссию. В этом году 3,5 месяца. В прошлом году 4 месяца меня не было в Италии. Ну, поскольку сделал обмен билета, муж уехал работать там, где сезон туристов. Ну, и так получается, что с собой я увожу огромное количество демисезонных вещей. Естественно, что-то я здесь выбрасываю, что-то я забираю в Белоруссии, оставляю там. По возвращении в Италию я докупаю, естественно, новые вещи. Это, во-первых, приятно для души. Совершать покупки, кто любит. Тем более, я всегда одеваюсь в магазинах эконом-класса. Это недорого. Выискиваю натуральные вещи, чтобы были натуральные нитки. Хотя бы там 50-40% содержания. И считаю, что это правильное формирование бюджета. Скопить на что-то более глобальное только благодаря покупкам эконом-класса. Всем всего хорошего. Оставайтесь со мной. Если вам интересна эта тема, пожалуйста, пишите в комментариях. Буду стараться снимать по возможности. П Продолжение следует. Всеản петра.